Привет, я Энни Мэджик и ты на канале Мэджик Фэмили о моей жизни с питомцами. Сегодня с нами здесь нет нашей киски Алиски, никого из других животных нет, потому что сегодня мои 4 собаки будут, показала 8, будут соревноваться в том, кто быстрее, хотела сказать, живет, кто быстрее из них ест. Они будут кушать свой любимый корм платином, которым я их кормлю. Кто еще не знает, всем советую этот корм, он очень классный, один единственный, неповторимый, самый вкусный, да, Ивась? И самый качественный и полезный, который сейчас вообще есть в России. И они будут есть его не из мисок, а мы им устроим настоящий челлендж. А ты пока что, пока я тут готовлюсь, подписывайся на канал, чтобы не пропускать наши новые видео. Что я вообще хотела сказать? Вы уже все хотите начать поскорее, я смотрю, да? Все собаки кушают с разной скоростью. Вот у меня 4 собаки, у них разные 4 характера, и они, конечно же, по-разному себя ведут. А вы ставьте лайк этому видео, если любите всякие челленджи. И, конечно же, я никогда не снимаю просто так какие-то веселые видео. Всегда в каждом видео запомните, есть либо полезные советы, либо какие-то лайфхаки, либо я делюсь личным опытом. Ничего не бывает просто так. У многих подписчиков есть еще другой момент, что собака, наоборот, отказывается есть, то есть ее нужно сидеть, уговаривать, чуть ли не кормить с рук, и это тоже неправильно. Здесь нужно побороться именно с поведенческим моментом, научить собаку спокойно есть без вас. И я обязательно сниму об этом видео, если вам нужно, а также задавайте свои вопросы в комментарии. Я постараюсь снимать такие ролики, ответы на ваши вопросы, или отвечать вам в комментах. На самом-то деле я знаю, кто быстрее всех кушает у меня по мискам, просто-напросто я могу это определить, я каждый день это вижу, но вы не знаете. У меня есть предположение, что это будет Миша. Я где-то, наверное, 3, 6, 7, 8, буду 20 корминок сделать вот такие ряды. Для чего я делаю именно вот такие длинные полоски? Для того, чтобы мы с вами вместе наглядно могли увидеть, кто из собак реально ест быстрее. Собаки некоторые едят очень быстро, и в принципе это нормально, если это не происходит уж слишком быстро. Потому что когда собака ест слишком быстро, это вредно для ее организма, как и если мы, люди, едим слишком быстро. Есть всякие разные способы, как этот процесс замедлить можно. Например, есть какие-нибудь умные миски всякие, специальные такие мисочки, в которых разделители, и собака за счет этого не может просто взять и проглотить все целиком. Еще можно есть такие всякие лайфхаки. Я даже его показывала, как-то положить в миску, если она большая, если есть такая возможность мячики. И тогда собаке вообще неудобно просто кушать, из-за этого она ест медленно. А почему собаки могут есть очень быстро, на это вообще существуют разные причины. Может быть собака ест слишком быстро из-за конкуренции, то есть она живет не одна, а с другой собачкой в доме, или несколько собачек у вас, и в таком случае можно попробовать их кормить в разных помещениях, и собака будет не так нервничать, что у нее отберут. Это еще очень часто встречается у собак из приютов, у бездомных раньше собак, которые потом попали в семью, что они боятся, что у них отберут, если они сейчас не съедят, и поэтому они пытаются как можно быстрее просто все сожрать. Еще собака может очень быстро кушать, если она, например, голодна. То есть вы недостаточно хорошо ее кормите, и поэтому она постоянно хочет есть, и из-за этого она ест слишком быстро. Еще очень распространено, что щеночки слишком быстро кушают, но это в принципе нормально, и часто очень это у них проходит. Я поняла, что я не забыла совсем о том, что мои собаки отучены есть с пола, и я не уверена, что сейчас у нас что-то получится, и они действительно будут есть с пола, то есть они даже сейчас не понимают, что я от них хочу. Мишань, давай! Юмичу! Юми уже приступает! Миш, давай! Эй, Иван, иди кушай сюда! Ивась, давай! Юмичу! Софиш, иди ешь! Ну, кушайте! Давайте! Поэтому я попробую по одному их запускать на каждую дорожку, и тогда придется нам использовать секундомер. Можно, разрешаю, давай! Секундомер пошел. Ну что ты от меня ждешь? Вот, вот, кушай, давай! Миш, уже минута пошла, давай! Минута 43. Юмичу, самая младшая, которая любит покушать, но обычно в миске Юмичу ест медленнее всех. Она уже начала, поэтому я нажимаю старт. Кстати, обратите внимание, Юми разгрызает корм, а Миша его глотает. Это тоже связано с жадностью. То есть, Миша пытается проглотить, может быть, это как-то связано с ее прошлым. Она пытается как можно быстрее его съесть. Но зато у Юми есть другая фишка. Давай, Юмичу! Она кушает, по две берет вкусняшки в рот, отходит и начинает их разжевывать. Я думаю, она эту привычку... Собаки тоже перенимают привычки. Юми, давай-давай-давай! Давай! Перенимают привычки у своих других старших собратьев. Я думаю, она взяла это от Эйвона. Юми справилась за минуту 12. В жизни Миша из миски ест гораздо быстрее, чем Юми. Раза в два, наверное. Она еще потом бегает и вокруг всех проверяет. Это говорит о том, что сейчас Мишаня больше скорее боялась, чем Юми кушать с пола. Да, покемон? Давай! Начинай! Давай, Софишка! Софи тоже не особо понимает, что от нее требуется, потому что тоже не приучена кушать с пола. Я сегодня разрешаю. Давай! Софиша явно ждет какого-то одобрения на каждое лакомство, на каждый кусочек корма. Смотри, у тебя еще несколько вкусняшек! Одна минута у Софи. Софи еще быстрее съела, чем Юмичу. Время пошло, Эйвен. Уже 25 секунд. У меня такое предчувствие, что Эйвен победит. Осталось совсем немножко. Можно. 55 секунд. Если честно, я не ожидала таких результатов. Вот это тот случай, когда реально можно сказать, что что-то пошло не так. Я честно ожидала, что самой первой будет Миша, потому что она больше всех любит этот корм, и она в миске съедает быстрее всех. То есть она просто набрасывается на него, и все съедает. На втором месте всегда в мисках именно идет примерно Софи, потом идет Эйвен, и потом только Юмичу. Юмичу вечно сидит со своим кормом очень долго и нудно, и всякое его жует, обсасывает. Но тут результаты меня поразили. А еще сегодня на моем канале Анимэджик вышло очень эпичное видео о том, как я разбила машину. Если вы не в курсе, вы не подписаны на мой инстаграм или инстаграм питомцев, обязательно подписывайтесь. Да, я попала в аварию. И я там, в общем, все на своем канале рассказала. Ссылочка будет там в описании на новые ролики на других каналах. Обязательно посмотрите. А вот если она действительно, собака ваша, слишком быстро ест, то задумайтесь над этим, потому что это может ей навредить. И думайте, как можно ее замедлить. Либо физически придумайте какие-то лайфхаки, то есть, как я говорила, мячик или специальная миска. Либо пытайтесь наладить контакт с вашей собакой. Возможно, она боится либо вас, либо что у нее заберут эту еду. И увидимся скоро в новых роликах.